Ситуация обострена, не снижается накал специальной военной операции. САПАТ активно подливает масло в огонь в виде военной помощи и всесторонней поддержки украинского режима. Одни заявляют о том, что хотели бы прекратить войну, другие, наоборот, своими конкретными шагами демонстрируют продолжение этой войны. Позиция Российской Федерации нам абсолютно понятна и ясна. Не единожды президент об этом заявлял, а не хоть завтра готовы сесть за стол переговоров и договариваться, трезво исходя из сложившейся ситуации. Мы знаем о систематических поставках Соединенными Штатами и другими странами НАТО через польский аэродром ЖЭШ в вооружении и военной технике. Ежедневно туда прибывают около десятка, порой больше, американских транспортных самолетов. Ряд европейских стран пытается показать свое участие в помощи украинской армии и направляет ненужную им старую технику и оружие. Проводит так называемую утилизацию. На межгосударственном уровне звучат циничные высказывания в адрес Российской Федерации со стороны западных политиков. Я не буду проводить примеры, вы их хорошо знаете, начиная от конкретных заявлений конкретных депутатов и лидеров, и заканчивая трибуной Организации Объединенных Наций. Цель этих действий ясна и понятна. Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены России и ее союзников, подобраться ближе к своему главному конкуренту Китаю. Одновременно усилить зависимость Европейского Союза от Соединенных Штатов. Если увидите, не пойдут на встречу США, Евросоюз Америка разрушит.